Уважаемые Волокжане! Дорогие ветераны, дружники тыла, дети войны! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Священный день 9 мая навсегда вошел в историю нашей страны и стал одним из символов нашего Отечества. Символом мужества и беспримерного героизма советского народа, который выстоял и победил в освободительной войне. В этот день мы вспоминаем солдат и офицеров, защищавших свободу и независимость нашей Родины. Всех, кто ковал победу в тылу, снабжая фронт продовольствием и боеприпасами. Вспоминаем тех, кто восстанавливал разрушенную страну в сложные послевоенные годы. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 340 тысяч в Вакжан. За правильный героизм 140 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. Великая Отечественная война – это не просто фрагмент истории. Это целая эпоха, разделившая жизни миллионов людей на до и после. 1418 дней и ночей трудностей и лишений, испытаний и потерь. Четыре долгих года мужества и славы. 75 лет назад была одержана не только военная, но и важнейшая нараст цена победы. Победа милосердия над жестокостью. Победа жизни над смертью. Поэтому наша общая задача – не допустить оправдания нацизма и противостоять любым попыткам переписать историю. В мае 1945 года над развалинами Берлина был понят наш советский флаг. И мы должны бережно сохранить и передать своим детям память о великом подвиге нашего народа. Именно поэтому я поддерживаю решение о закреплении в Конституции статуса России как страны, победившей во Второй мировой войне. Каждый год 9 мая во всех селах и городах нашей страны проходили парады, концерты, праздники, шествия бессмертного полка. Но, к сожалению, время вносит свои коррективы. И в этот юбилейный год мы вынуждены отказаться от многих торжеств. В первую очередь ради наших дорогих ветеранов и людей старшего поколения. Но я уверен, что в каждом доме, в каждой семье будут вспоминать и чествовать своих героев. Перебирать письма, альбомы и фотографии, смотреть фильмы о войне, петь военные песни и, конечно, благодарить наших дорогих ветеранов. Мы обязательно победим этот коронавирус. И тогда, в едином строю, мы пройдем с портретами наших родителей, дедов и прадедов. 75 лет назад они ценой своей жизни победили главное зло 20 века. Теперь мы должны справиться с новой грузой. Дорогие володжане, поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю всем мира и благополучия, а нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Будем достойны памяти наших дедов и отцов. С праздником! С Днем Великой Победы! С Днем Великой Победы!